Прямо сейчас 15 минут настоящего релакса. Сеанс у психолога на Радио Республика. Здравствуйте, Виктория Николаевна. Здравствуйте. Что такое арт-терапия? Прежде всего, хотелось бы понять, какие наиболее распространенные виды арт-терапии, в чем привлекательность и эффективность этого метода. Ну, начнем с того, что арт-терапия – это от английского слова «art», что, естественно, в переводе означает «искусство», и терапия – это лечение. Следовательно, это искусство как терапия или терапия искусством. В результате мы получаем, что это направление, одно из направлений психотерапии и психологической коррекции. Хотелось бы отметить, что арт-терапия – это одно из самых именно загадочных и привлекательных направлений практической психологии и психотерапии, потому что она включает в себя, естественно, множество видов и направлений. Ну, я могу перечислить наиболее известные и популярные такие виды, как изотерапия. То есть это лечебное воздействие средствами рисования, лепкой, либо какими-то декоративно-прикладными средствами. Это может быть калаш, оригами и так далее. Конечно же, сюда можно отнести к этим видам цветотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, драмотерапия, музыкотерапия. Есть такой вид, как кинезитерапия, то есть это лечебное воздействие движением. Сюда могут входить танцы, хореография. Есть такой вид, как песочная терапия, также встречается терапия водой, маскотерапия. Ну, и на сегодня вот самый такой из современных методов – это ландшафтотерапия. Виктория Николаевна, вот здесь хочу уточнить, эти все методы в чем отличие? Изобразительная студия и, например, встречи с психологом? Для того, чтобы заниматься арт-терапией, нужен хороший специалист, которого должны выбрать те заказчики или пациенты, или клиенты, кто обращается. Конечно же, в работе с психологом, либо психотерапевтом идет проработка именно тех запросов, с которыми пришел клиент, либо пациент. И потом, естественно, виден результат этого, что очень ценно. Об истории происхождения арт-терапии. Может быть, это нам даст понимание разницы? Все дело в том, что арт-терапия, она относится действительно к самым древним и естественным формам коррекции эмоционального состояния. А вот как направление именно практической психологии и психотерапии, оно берет начало в сороковых годах прошлого века. И зародилось оно в Соединенных Штатах Америки. Вот в настоящий момент этот вид психотерапии, он распространен очень сильно в Соединенных Штатах Америки, также в Великобритании и в странах Европы, и также в Израиле. И нужно отметить, что несколько меньше в России. Для того, чтобы заниматься арт-терапией, нужны определенные показания, потому что нужно понимать, кому они подходят, а кому нет. Поэтому это все определяет, конечно же, специалист, к которому вы обращаетесь. То есть то ли психолог, который занимается и использует в своей работе, работу с элементами арт-терапии, либо это практик, непосредственно психотерапевт, который работает в этом методе. Какие должны быть показания к тому или иному виду арт-терапии? Ну, я должна сказать, что благодаря тому, что арт-терапия имеет вот такой многоуровневый психотерапевтический потенциал, она подходит достаточно очень широкому кругу пациентов и клиентов. В том числе, вот кому экстренно она необходима, в том случае, когда вербальная терапия бесполезна или вообще невозможна. То есть когда на слова человек не реагирует. Совершенно верно. И вот именно в этот момент арт-терапия становится незаменимым помощником. Ну, например, это весьма распространена арт-терапия именно при психических заболеваниях, именно в стационарных клиниках. Ну, как правило, она проходит в формате арт-терапевтической группы или открытой студии. Арт-терапия оказывает свою вот именно эффективность, показывает даже для пациентов в состоянии психоза. Именно тогда, когда никакого продуктивного общения невозможно. Хотелось бы отметить, что также она очень полезна для пожилых людей, страдающих угнетением именно ментальных функций. Также, в том числе, когда происходит старческая деменция. Также она полезна для пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями. Хочу напомнить, что она полезна для детей с особенностями развития. Сюда можно отнести аутизм, гиперактивность или задержка психического и речевого развития. Что касается вот здоровым детям, которые нуждаются в помощи психолога, они могут нуждаться за счет своего эмоционального состояния, ну, например, страхов или каких-то других локальных неприятностей, то арт-терапия помогает именно в качестве диагностического и коррекционного инструмента, который не требует высокой речевой активности ребенка. То есть это очень показано детям, именно подросткам или школьникам дошкольного возраста. Среди клинически здоровых людей много тех, кому вот подходит арт-терапия, поскольку она дает возможность развиваться в личностном и творческом смысле. Помогает справиться со стрессами, также скорректировать неврозы, скорректировать фобии и, что немаловажно, проработать семейные и детско-родительские отношения. У нас в гостях Виктория Николаевна Таций, кандидат психологических наук, заведующий отделением, практический психолог Кризисного центра перинатальной психологии и психотерапии Республиканского центра охраны материнства и детства, специалист по психологии Минздрава ДНР. Вот сейчас логичный вопрос у наших слушателей. Перинатальная психология и психотерапия в больнице Вишневского, да? Значит ли это, что ваша целевая аудитория беременны? Почему арт-терапия им показана? Спасибо. Очень такой актуальный вопрос. Довольно распространена групповая арт-терапия именно для беременных, а также в разных видах клинической и именно социальной реабилитации. В Донецком республиканском центре охраны материнства и детства в Кризисном центре перинатальной психологии и психотерапии в 2015 году была разработана и внедрена комплексная программа психологической коррекции эмоционального состояния беременных женщин именно с элементами арт-терапии. И вот в эти сеансы, всего было 8 в этой программе и есть, входили следующие. Это изотерапия, цветотерапия, сказкотерапия и музыкотерапия. Хочу сказать, что поток женщин увеличивался с каждым днем. То есть не нужно было рекламировать. Женщины видели результат, они приходили, все больше было на запись. Все потому, что это позволило стимулировать вот эти занятия, стимулировать глубинные именно ресурсы личности. И, естественно, они помогли справляться с эмоциональным состоянием во время беременности женщинам, именно те, которые находились в зоне военного конфликта. Дальше эта программа была унифицирована, и вот на сегодняшнее время она имеет успех. Женщины по-прежнему записываются, проходят так называемое именно запланированное для них мероприятие. И что касается реабилитационных таких моментов, то в этом году, в 2019-м, также была разработана и внедрена программа арт-терапии с женщинами, у которых родились дети раньше срока. Я хочу сказать, что у таких мамочек ресурс, конечно, он очень быстро иссякает и растрачивается, и необходимо им эмоциональное восстановление. И вот для этого проводилась коррекция эмоционального состояния. Благодаря этим занятиям и на сегодня оказывается эффект за счет именно переключения. То есть очень много таких моментов, на которые женщины могут переключиться во время этих занятий, именно на сенсорный уровень, что позволяет активизировать более глубокие эмоциональные ресурсы. И также идет расслабление во время этих сеансов и снятие мышечного напряжения. И позволяет женщине больше показать спектр своих чувств, которые она испытывает. Потому как, нужно понимать, она находится в ответственности за себя, за своего малыша, за его жизнь. Естественно, она находится все время в эмоциональном напряжении. Вот если говорить об этой, я прошу прощения, что вас прерываю. Очень хотелось бы услышать какие-то подробности об этой, как вы говорите, унифицированной программе. Это восемь занятий, которые посещают женщины. Ну, во-первых, нужно обязательно желание женщины, поскольку психология – это та наука, которая не работает. Она работает только на добровольном. И если у человека нет желания, то никакой доктор, никто не сможет уговорить прийти к психологу. Поэтому если женщина хочет, она приходит, она знакомится. Что это будет? Я уже сказала, это восемь занятий, в которые входит музыкотерапия. Ну, могу так предметно сказать, что идет красивая музыка. На фоне этой красивой музыки слышны звуки природы. Это те звуки природы, которые передают нам спокойствие. И затем психолог, профессиональный психолог, дает схему индукции расслабления женщины. Этот сеанс идет буквально 15-17 минут. И в результате происходит именно на этом сеансе расслабление. Голос специалиста очень много имеет значение. Затем установку на то, чтобы расслабился. И кроме этого общение. И потом человек для себя находит время прийти, позаботиться о себе, о своем психологическом здоровье. А мы знаем, что психологическое здоровье – это одна из важных составляющих всего здоровья человека. Главных составляющих всего здоровья человека. Поэтому вот такое отношение к себе, конечно же, улучшает и самооценку, и состояние его. И потом это передается внутриутробно малышу, поскольку идет запись информации на клеточном уровне. И женщина, все, что она воспринимает во время беременности, все передается. Если она по какому-то поводу радуется, нужно знать, что это делится пополам. Если же она расстраивается и тревожится, это тоже делится пополам. А вот эта именно программа, она дает возможность получить как можно больше позитивного на эмоциональном уровне. Малышу и самой женщине. Это очень важно и ценно. Но у нас еще есть такая группа, как дети, подростки, пожилые, взрослые, в конце концов, родители. Что-то вот этим группам могут сегодня предложить психологи? Опять готовые какие-то уже продукты интеллектуальные в данном случае, как 8 занятий для беременных. Давайте так. Я скажу, как проходит арт-терапия. Значит, занятия, сеансы или, будет грамотнее сказать, сессии, они могут сильно отличаться друг от друга в зависимости от направления, формы работы и, естественно, особенностей подхода. Но обычно это происходит так, что в начале сессии, значит, происходит вступительное обсуждение. Затем клиенту либо пациенту предлагают выбрать материал для работы. Ну вот в таких хорошо оснащенных кабинетах есть все для этого. Затем, значит, клиент или пациент предлагает ему вот именно самостоятельное такое творчество. И после чего идет обсуждение, либо анализирование, анализ уже. И, если необходимо, дорабатывание той работы, которую он представляет. Я еще раз обращаю внимание, что как создание работы, так и участие в обсуждении – это всегда добровольно. То есть, если нет, выжидаем. И что касается вот именно форм работы, то, естественно, есть индивидуальная арт-терапия. Это вариант именно индивидуальной психотерапии. Вот есть люди, которые не хотят выходить в группу, а им интереснее пообщаться с психологом, получить консультацию именно индивидуальную. И вот именно в этом клиент, значит, занимается творчеством, но в присутствии, естественно, специалиста. Это может быть рисунок на заданную тему или заданная техника, естественно, с сопровождением рассказа. Или это может быть также свободная какая-то импровизация. Ну вот обычно арт-терапевтическая сессия, она длится несколько дольше, чем в других направлениях. Это может быть от 45 минут до 120. Именно за это время клиент, либо пациент, он успевает погрузиться в состояние творческого потока, создать необходимый художественный образ. И затем уже рассматривать его со своим психотерапевтом, естественно, выслушать обратную связь специалиста, к которому он обратился. Если человек возражает, например, говорит, я не могу рисовать, или я не могу лепить, другой скажет, я не могу пить или сочинять сказки, что вы тогда делаете? Вы знаете, такое бывает, вот в моей практике часто говорит человек, ой, вы знаете, я не могу, я вообще не одарённый и так далее. Я говорю, вы знаете, я тоже не могу. Я вам больше скажу, я не художник, я психолог. И мне очень важно, чтобы то, о чём я вам говорила, вы положили на бумагу. Либо, вот говорю, нарисовать своё настроение. Я говорю, очень важно, чтобы вы это положили на бумагу, и я это увидела. И всё. И человек очень спокойно, раскрепощённо начинает там поначалу карандашом водить по бумаге, а затем ты смотришь, что там могут быть даже шедевры, о которых он сам не ожидал. Это тот внутренний ресурс, который раскрывается благодаря психологу, подходу, и человек показывает, что у него это есть. А затем психолог показывает, как это можно применить, и насколько это потенциал для самого клиента, либо пациента, который обратился. Я хочу сказать, что есть ещё такая форма работы в арт-терапии, как групповая. Вот это уже, по сути, психотерапевтическая такая группа, которая может происходить как в закрытом, так и в открытом формате. По длительности она может быть как краткосрочная, так и долгосрочная. Ну так вот, во время этого занятия участники именно погружаются в ту особую, бережную и принимающую атмосферу. И вот если он увидел, что кто-то делает, он и себе может дать разрешение и мне делать. Даже если это не умею я рисовать или не умею лепить, я могу попробовать, верно? И вот именно в этой атмосфере могут уже свободно выражать и обсуждать свои чувства, что очень важно, потому что не все люди умеют говорить о своих чувствах. И вот вмешательство психотерапевта в такую работу, оно будет очень минимальным. Нужно сказать, что группа формируется именно по определённым критериям. Это по возрасту, полу, профессии, диагнозу и так далее. Это уже в зависимости от того, как решит психотерапевт, который формирует эту группу. Скажите, вы сейчас говорите о создании атмосферы. Наверняка это должна быть специальная комната, помещение. Вы как бы говорите, в общем, в загоре или такое помещение есть в Республиканском центре охраны материнства и детства? Да, действительно, такое помещение есть. На сегодня это отделение кризисного центра перинатальной психологии и психотерапии, где есть кабинеты для индивидуального консультирования, индивидуальной поддерживающей психотерапии. Также есть именно помещение для групповой работы, которое очень оснащено. Там есть всё необходимое для групповой работы именно с беременными женщинами, с женщинами после родов, с гинекологическими. То есть на сегодня там существует график работы. Каждый день недели распределён для работы с женщинами любых отделений, которые находятся в центре охраны материнства и детства. И за это спасибо большое руководству нашему. Кому обратиться, чтобы помогло решить свои психологические проблемы и чтобы на будущее не разочароваться? Очень актуальный вопрос, потому что на сегодня, к сожалению, существует много специалистов по психологии, профессионалов. Не так много, и нужно знать, где они находятся. Но прежде всего человек должен понимать, к кому он должен обращаться. Вы знаете, у меня был такой опыт общения, когда специалист заявлял о себе, что он даже создал метод и так далее и тому подобное. Меня пригласили в качестве эксперта понаблюдать. Понаблюдав, я увидела, что всё время он оправдывается, говорит, я не учитель рисования. Посмотрите, я то умею, я то. В итоге я задала один единственный вопрос. Я спросила, скажите, пожалуйста, какое у вас образование? В итоге я услышала, что у человека два высших образования. Да, они блестящие, но они касались юридической и экономической сферы. И при этом были какие-то поверхностные курсы по арт-терапии. Естественно, такой специалист не может дать квалифицированной помощи тем, кто обратился. Поэтому, на мой взгляд, я считаю, что это должно быть именно базовое психологическое образование. То есть это должен быть дипломированный психолог. Затем он должен пройти дополнительное образование, именно сертифицированное. И таким образом он может уже применять свои знания с элементами арт-терапии или уже быть таким специалистом, касаемо формы арт-терапии. Введете ли вы официальную статистику обращений по республике? Да, конечно. Каждый год мы предоставляем отчеты в Министерство здравоохранения. Я хочу сказать, что за 2018 год на 16,7 возросло обращение за психологической помощью именно в учреждения здравоохранения ДНР. То есть это довольно-таки высокие показатели. Нужно понимать, что именно в этих учреждениях, а у нас их 23, где оказывается медицинская помощь, психологи учреждений здравоохранения остаются на высоком уровне, и люди к ним обращаются. Такие высокие цифры могут говорить действительно о том, что квалифицирована оказывается помощь. Также, что мы все знаем, люди возвращаются. Затем в течение этих трех лет все время мы анонсировали, говорили в средствах массовой информации, куда можно обратиться за тем, чтобы получить такую помощь. И нужно понимать, что есть мировая статистика, которая говорит, если произошли какие-то катаклизмы или военные конфликты, то в течение двух-трех лет иссякает ресурс у человека. И по истечению этого срока, естественно, люди начинают болеть и обращаться за помощью, как за психологической, так и за соматическими какими-то расстройствами. Поэтому, естественно, растет этот процент, и я думаю, будет больше этих людей, они нуждаются в помощи. Если растет количество обращающихся, значит, их должны обслуживать или с ними должны работать профессиональные психологи. Как психологи повышают свою квалификацию? Ну, могу сказать следующее, что у нас 30 мая на 10 часов в Центре охраны материнства и детства будет проходить конференция. Это впервые такая конференция проходит вообще за все время Донецкого края. За что я хочу сказать огромное спасибо и поблагодарить именно за содействие и поддержку Министерства и также Министра здравоохранения Ольгу Николаевну Долгошапко. Спасибо ей огромное, потому что это мероприятие действительно такого очень масштаба, и оно очень нужно. И послушайте тему-то, какова это направление практической психологии в учреждениях здравоохранения. То есть врачи хорошо, но есть еще помощники, которые помогут восстановиться быстрее тем пациентам, которые обращаются, и, конечно же, в помощь тем, кто оказывает эту помощь, непосредственно сотрудникам клиник, больниц, реабилитационным центрам и так далее. Поэтому... Спасибо. То есть мы сейчас подводим черту под темой арт-терапии. А в чем же ее ценность? Если можно, буквально несколько слов. Хорошо. Нужно сказать, что она создает положительный эмоциональный настрой, а это и есть забота о психологическом здоровье. Также она дает возможность на символическом уровне понять свои чувства, развивает чувства внутреннего контроля, а это очень важно, повышает самооценку и, естественно, придает уверенности, способствует творческим каким-то способностям развивать, повышает адаптационные способности в повседневной жизни, не так же при стрессах, и, что очень важно, ценность является психопрофилактики и коррекции эмоционально-волевой сферы как у детей, так у подростков и, конечно же, у взрослого населения. Спасибо большое. То есть целый список полезностей, почему следует применять арт-терапию. Теперь дело осталось за малым, ее нужно применять. Конечно. Выбрать для себя специалиста и, пожалуйста, работать. В гостях у нас была Тация Виктория Николаевна, кандидат психологических наук, заведующая отделением, практический психолог Кризисного центра перинатальной психологии и психотерапии Республиканского центра охраны материнства и детства, специалист по психологии Минздрава ДНР. Благодарю за встречу. Далее в эфире следуют новые актуальные темы. Не переключайтесь. Сеанс у психолога на Радио Республика